Продолжение следует... 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 Не могу говорить подробно об этой исследовательнице, мы писали уже о ней много. Одно только скажу, что это московский фольклорист, несколько книг у неё есть довоенных и 50-е годы, но самая значительная часть материалов до сих пор хранится в Аргалии. И поэтому, конечно, такая удача, когда мы смогли найти эти материалы в разных аспектах и можно изучать. Мы сейчас сосредоточились именно на теме одного из этапов жизни женщины поморской – это девка. Итак, Наталья Ивановна Рождественская регулярно выезжала на север. Прежде всего, это по Онежье, Пинежье, Мизинь с 1930 по 1939 год. В том числе она и сотрудничала с Институтом народов севера. Именно в Лопшинге, на летнем берегу Белого моря, она работала в течение двух лет. Это 1937-1938 год. Знаковыми характеристики концепта поморская девка, которая моделируется нами, стали следующие позиции. Это социальный статус, прагматика повседневности, праздничный ритуал и предбрачный устав. Надо сказать, что вообще возраст социально признаваемого совершеннолетия и вступление в брак для девушки – это очень большая, так скажем, вариативность от 13 до 30 лет. Мы посмотрели на ситуацию на разных берегах Белого моря. Например, на Зимнем берегу этот был расклад от 20 до 30 лет. В 28 лет девушка, не вышедшая замуж, уже переставала посещать молодежные собрания, ее уже не воспринимали как девка и девушка. Например, лопшеньки, которые мы изучаем на материале Натальи Ивановны Рождественской, я не уточнила, что мы уже несколько лет сами работаем на территории этого поселения, и поэтому наши полевые материалы тоже включены, безусловно, в мой доклад. Так вот, на Летнем берегу Белого моря самый высокий возраст был 17 лет. И связано это с очень простой достаточной причиной. Дело в том, что Летний берег и Зимний берег – это совершенно разный уровень промысловой интенсивности. Летний берег – это низкий уровень промысловой интенсивности, поэтому уровень экономической, социальной, культурной жизни здесь очень сильно отличается от Зимнего берега. Потому что лапшари ежегодно ходили от купцов за рыбой, за зеленым салом в Норвегию на Терский и Мурманский берегах. Это вот как раз портрет Натальи Ивановны Рождественской. Она была супругой Василия Васильевича Рождественского, художника, русского советского художника, одного из участников такого известного художественного объединения начала века «Бубновый валет». Пожалуйста, следующий слайд. Далее я хочу вам сказать, что, конечно же, очень важно понимать, что значит социальный статус. Мы для себя определяем это как социально-возрастная характеристика, которую я чуть сказала. Это родовое отличие и девка-парень. Ну, во-первых, конечно, существует достаточно принятое и очень внятное определение о оппозиции мужского и женского в Поморье. Конечно же, закреплению доминирующей роли мужчины способствовали и социально-экономические условия жизни поморов. Например, при общинном землевладении традиционно надел пахотной по костной земли получал только мужчина. Раболовецкие тони распределялись общим собранием деревни по душам. Женщины души не имели, следовательно, не получали теневых мест. Можно следующий сайт. Поэтому семья, имевшая сыновей, занимала автоматически более высокий социально-престижный статус в крестьянском сообществе. Наталья Ивановна Рождественская записала пословицу в Лобшинге. Сыновей в люди вывожу, взаймы даю, дочь снабжаю, за окно бросаю. Даже в колыбельных песнях можно услышать такое гендерное неравенство. Баю, баюшки, баю, нет ли местечка в раю, нет ли местечка в раю паренечку моему? Уж мифеклы не дадим, дофекла надо нам самим по работам по своим. Следующий, пожалуйста, слайд. Рождественская зафиксировала лобшинскую пословицу. Зачем тебе грамота, бабе грамота? Знай прялку, да криво веретено. Мы сделали статистический анализ о том, сколько же было грамотных женщин даже по материалам Рождественской. Потому что она очень подробно записывала из своих информантов о них материал, биографические сведения. Так вот, мы сделали вывод о том, что обучение грамоте девочек возможно было лишь только в обеспеченных семьях, где отсутствовала необходимость зарабатывать на хлеб с раннего возраста, либо там, где существовала потребность включения девки в семейную коммерческую деятельность. В основном женщины были безграмотными. И поэтому очень часто такое слышишь распространенное мнение, что на севере были очень грамотные женщины. Вот мы попытались немножко детализировать ситуацию. Наверное, Кольский берег, Поморский берег, не наверное, а там точно другая ситуация. Вот, например, мы записали очень... вернее, есть в литературе такая интересная записная информация о том, что в одной из лопшинских семей, в семье Варвары, находились лучшие издания Пушкина, Некрасова, Гоголя, три книжки Жюль Верна. В библиотеке было 19 произведений Пушкина. Но это в основном в тех семьях, где действительно девочки воспитывались в достаточно обеспеченных семьях. Еще вторая очень важная позиция – это родовое отличие. Это мы встретили только, пожалуй, в лопшинских записях рождественской. В Беломорской лопшинге поморы очень глубоко хранили богатство семейного рода. Наталья Ивановна отмечает, что традиционные девичьи вечеринки проводили соблюдение родовой иерархии. Вот из кореню у нас велось, как тетки, либо матери, на которых местах на посиделках сидели, на тех и дальше сидят. Так все из рода и из рода шло. Вот представьте себе, что посиделки вечеринки, изба, точнее фасадная лавка. На фасадной лавке сидят только девки славного богатого рода. На боковых лавках сидят девки из более-менее, так сказать, среднего достатка. А те, которые при входе сразу налево на лавочках, это уже девчонки, которые совсем бедные. Вот так четко совершенно рассаживались они по социальному слою. И очень важно было, конечно, как они выглядели здесь. Допустим, говорят о том, что вот твое место, говорили бабушки. Не, боже мой, чтобы богачка села ниже. Обычай занимать места по богатству завершился только в послереволюционные годы и даже ближе уже к Великой Отечественной войне. Вот родовом статусе девки свидетельствовал, конечно, костюм. Мы сейчас показываем вам слайд богатой девки, которая могла сидеть только на фасадных лавках. Но это достаточно известные материалы, прекрасные, очень богатые одежды северных девушек. Вот обратите, пожалуйста, внимание, серьги жемчужные, которые вообще предметы, серьги и заборочник, украшения. Это то, что мы нашли в экспедициях буквально за последние 2-3 года. И это тоже для нас было огромное открытие, потому что к Кенозерскому парку был в 16-м году присоединен Онежский полуостров Белого моря. Поэтому эта тема стала нашей научной темой. И мы с большим удивлением сделали еще очень большие сборы по текстилю, в частности, здесь. Можно следующий слайд. Далее, конечно, прагматика повседневности. Существовал хозяйственный домострой, специализация занятий и вещественный мир. Я чуть подробнее остановлюсь на первых двух позициях. Ну, во-первых, что касается хозяйственного домостроя. Девушки и женщины по морю, они, конечно, отличались принципиально от других районов России. Прежде всего, при том, что, конечно, сохранялась патриархальная семья. Но женщине приходилось выполнять обязанности на равных с мужчинами. Это, прежде всего, связано с тем, что мужчины уходили на промысел довольно долгое время, на несколько месяцев в году. Поэтому девочек воспитывали в трудолюбии. И здесь, конечно, выбирали девку по трудолюбивую. Вот такая запись рождественская. Эта девка хороша, из себя становита, будет хозяйка. И дальше ее обязанности. Может и на тони, и на пожнях, и на лошади, и попрясть, и поткать, и все. Вот такая невеста вполне могла подойти. Может, и следующий слайд. Известно, что основной доход по морскому населению, конечно, приносили занятия морским промыслом. Потому что земледелие, скотоводство, пресноводное рыболовство, все это было очень подсобное. Женские трудовые обязанности, конечно, охватывали практически все сферы хозяйственной деятельностью. Например, особенностью рыболовного промысла было участие в нем женщин, девушек, простите, которые занимались подтягиванием невода на тони. Девушки сидели на юрке. И это такой специальный деревянный высокий помост для подтягивания тяглого невода, который располагался в море на каменистой отмеле. И во время простоя сидения обычно вышивали и лишили. То есть работа у них была постоянно. В паузы они вышивали, и не в паузы они трудились. Одно, и, конечно, очень важно было, безусловно, участие в процессе придения, сбор ягод традиционно входило в обязанности женщин. Кстати, говоря о специализации занятий, например, можно уточнить, что в обязанности девушек входили земледельческие работы очень определенные, то есть те, которые связаны с обработкой зерна. Я должна это сказать, что это тоже серьезная прагматика, потому что все понимали, что этой девушке надо будет рожать. И поэтому какие-то тяжелые работы для физического труда уже не применялись. Это все было очень грамотно продумано. А еще должна вам сказать, что вы видите здесь вот на левом слайде, это очень яркий такой промысел летнего берега, это сбор водорослей. Он дожил до долгого очень времени, вплоть до, наверное, 80-х годов XX века. Мы смотрим разные материалы исследователей начала века, которые сравнивают Поморский берег и Летний берег. И вот один из исследователей Костика в 1910 году писал, что, конечно, женщины Белого, Поморского берега, это более зажиточные и в противоположность Летнему берегу. Женщины здесь находятся в почете и занимаются исключительно домашними занятиями, что отличает это от Летнего берега. Следующий, пожалуйста, слайд. Традиционно, конечно, предбрачный устав. Я должна сказать, что, конечно, предбрачный... Можно следующий. Предбрачный устав, он, безусловно, тоже традиционен, с одной стороны. То есть это гуляние, это молодежное гуляние, это встречи молодых людей и девушек для будущего брака. Так вот здесь тоже мы посмотрели экономические ситуации, которые мы тоже нашли в материалах Натальи Ивановны. Например, на Летнем же берегу есть посад Луда. Так вот, когда собирались девушки и парни в посаде Луда, они платили бабушке, у которой снимали дом, от 50 копеек до 1 рубля. А на Летнем берегу бабушки довольствовали суммой от 20 до 25 копеек. И если на Зимнем берегу и даже в Луде это были лампы и керосин, то здесь были свитцы. То есть четко совершенно понятно, что это была менее обеспеченная территория. Я должна вам сказать, что, конечно, в каждой поморской деревне существовали гуляния. Но и здесь вот такие уникальные вещи записала Наталья Ивановна Рождественская о том, что даже выходили на это гуляния девки четко по регламенту статусности деревень. Первые выходили те, которые живут в центре деревни. Вторые выходили из той части окраинной деревни, которая была исторической. А третья часть уже девок поднималась на гору. То есть те, которые уже были вообще из конца и таких, может быть, даже переселенных мест. Но, конечно, важным показателем социального статуса было, безусловно, приданное. И здесь я хочу сказать о том, что это полностью лежало на семье. Семья, которая не могла создать приданной девки, она, конечно, вызывала резкое совершенно осуждение общины. Так вот, традиционно, конечно, это были большие коллекции женской одежды. Да, хорошо. Например, по свидетельству одной из лапшарок она пишет. Ну, что входило в приданное? Одиннадцать пар чулков – это имеется в виду узорные, шерстяные, высокие, вязаные чулки. Двенадцать пар рукавиц. А рубахи и сарафаны мерялись сундуками. Сундук, рубах, сарафанок, полотенец и так далее. Так вот, на летнем берегу, особенности от зимнего берега, к сожалению, девкам приходилось самим тоже об этом думать. Поэтому они выходили в Архангельск, наемными работницами в семьи их брали, для того, чтобы они зарабатывали себе на короб. Что касается выдать замуж девушку, на летнем берегу было очень принято, конечно, насильное замужество. Вот, например, тоже одна небольшая запись. Когда девушку сватают, ей 17 лет, она говорит, я не хочу, и отец ей говорит. Если не пойдет, не пойдешь. Не понесет тебя ни земля, ни вода, и будешь тому и проклято. Собирайся и вот, и все. То есть очень жесткое такое прагматичное решение. И в завершении, пожалуйста, следующий слайд. Хочу сказать о том, что, конечно же, к сожалению, нет вот таких богатых материалов по другим деревням, по другим деревням, других берегов, потому что Наталья Ивановна по летнюю берегу хорошо очень работала. Поэтому мы не всегда можем делать какие-то сравнительные характеристики. Но, тем не менее, даже по тем материалам, которые нам удалось найти и записать, взять в других архивах, очень четко прослеживается ситуация о своеобразных мини-культурах поселений, беломорских поселений только лишь берегов одного Белого моря. Спасибо. Марина Николаевна, спасибо. Есть ли вопросы в нашем зале к уважаемому докладчику? Да, пожалуйста, Тамара Михайловна. В Ленинграде работал такой удивительный театр. Сначала он назывался экспериментальный, а потом этнографический. И, как сейчас бы сказали, фишкой их репертуара как раз была инсценировка, связанная с северной свадьбой и, в частности, как плачет девушка, которую выдают замуж и так далее. И мне кажется, что если бы вы присоединили этот материал к своим дальнейшим разработкам, у вас был бы интересный контрапункт. Хорошо, да, спасибо, конечно. Нам очень важно собрать действительно более объемный какой-то материал, чтобы сделать больше научных выводов. Я, может быть, пропустил, я просто не с начала доклада. А в целом вот тематика этих записей, она какая? Вы просто взяли один концепт, девка. И еще один уточняющий вопрос. Вот вы акцент сделали на таком женском плюс обрядовой стороне. Все-таки ехала она за фиксацией, как вы сказали, прежде всего. У нее бытый фольклор, очень объемный. Не обрядовая культура, комплексная. Нет, я в том смысле... Короче, в целом тематика тогда вот архивных этих материалов. И где они хранятся, если... Значит, это российский архив, государственный российский архив литературы и искусства РГАЛИ. Почему мы стали почти открывателями? Потому что этот архив хранится в архиве ее супруга Василия Василия Рождественского. А он тоже был много в Лобшинге. И вот как бы малые исследователи, может, и практически никто не видел этот архив. Вот такая история получилась. Мы работали... Занимаясь Рождественским, нашли Наталью Ивановну Рождественскую. Там все... Вот эта экономическая ситуация расписана очень серьезно. И, конечно, и по мужским вопросам, и по женским. Мы уже, по-моему, четвертый доклад делаем по разным аспектам ее материалов. Спасибо. Спасибо, Марина Николаевна. Субтитры создавал DimaTorzok